МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О других направлениях работы Общественной палаты. В гостях у нас Ольга Александровна Левченко, руководитель. Ольга Александровна, здравствуйте. Добрый день. Ольга Александровна, я предлагаю к той теме, которую анонсировала вначале, вернуться немного позже. А сейчас я хочу вас поздравить. Вы вновь возглавили все общественные движения нашей республики. И, конечно же, сформировался новый состав Общественной палаты. Расскажите, пожалуйста, какие на сегодняшний день планы, основные планы работы? Спасибо за поздравления. Я хотела бы сказать в эфире своим коллегам огромное спасибо за то, что они единогласно поддержали мою кандидатуру. Это, конечно, очень многому обязывает. И я считаю, что в новом составе также будет действительно такая профессиональная деятельность экспертов. Это прежде всего. Ну и то, что сегодня Общественная палата шестого созыва обновилась на 50 практически процентов, это, конечно, с одной стороны здорово, что пришли новые люди. Но мы, опять же, не будем ни в коем случае терять связь с теми, кто являлся членом Общественной палаты. У кого большой опыт, большая практика. То есть это действительно люди, которые профессионально очень грамотны и готовы своей профессиональной деятельностью делиться. И эти люди, конечно же, будут продолжать работать с нами. То, что говорить о составе, в новом составе есть спортсмены, есть преподаватели, есть врачи. То есть у нас, в принципе, и экологи. То есть у нас, в принципе, есть новая такая линия новых наших экспертов по всем направлениям жизнедеятельности наших граждан. Это же замечательно, да? И, наверное, уже определились с главными задачами, которые будете решать в ближайшее время. Ну, на данный момент у нас начинается работа именно наших членов комиссии. Начинается верстка планов по старым моментам. Ну, как старым? Эти моменты для отсуждения по результатам деятельности предыдущих созывов. Это, конечно, участие в экспертизе законопроектов. Общественные палаты очень, будем говорить, большой опыт этой деятельности. Достаточно грамотные эксперты. Они получили высокую оценку от Общественной палаты Российской Федерации, от депутатов Госдумы. То есть, действительно, наши эксперты дают, ну, будем говорить, не просто оценку, они еще делают и предложения прорабатывают к законопроекту, что очень ценно в этом плане. У нас также будет продолжаться контроль, вы знаете хорошо, это за нацпроектами. Вот. То есть, этот момент будет работать и дальше. То есть, мы будем посещать наши стройки, наши объекты, будем работать очень плотно с застройщиками, будем работать плотно с министерствами, с ведомствами, ну, и, естественно, с правительством. Потому что каждое посещение мы готовим резолюцию и направляем в правительство или в профильное министерство, кто курирует, допустим, конкретный... Данный объект. Да, данный объект. То есть, это продолжится. Мы продолжим мониторинги горячего питания. Также мы продолжим мониторинг по здравоохранению, однозначно, потому что тоже вопросов... Ситуация требует внимания, а сегодня... Да, да, и поэтому... Ну, здесь я хочу сказать, тоже у нас взаимопонимание есть. Мы ведь... У нас постоянно работает горячая линия. То есть, у нас идут звонки, у нас идет прием граждан. То есть, все это продолжается. Вот эти два года, они настолько сложные, потому что идут звонки на эту горячую линию не только, допустим, наших жителей республики, а даже из других субъектов Российской Федерации. Но мы ни одного не оставляем без внимания. То есть, это принцип общественной палаты. Мы должны каждому человеку ответить, профессионально ответить и помочь в вопросе, который он задает. Ольга Александровна, я хочу еще напомнить нашим телезрителям, что один из достойных результатов вашей работы в этом году это такой активный, может быть, не новый, а более, скажем, достойный виток развития НКО в нашей республике, некоммерческой общественной организации. Вы тоже курируете очень этот вопрос активно. Расскажите, будут ли какие-то работы в этом направлении продолжены? Ну и, может быть, есть результаты этого года, которые тоже стоит озвучить? Действительно, у нас на протяжении вот пяти лет мы отбивались ресурсного центра. Но ресурсный центр у нас не получился. У нас ресурсный отдел при общественной палате. Для чего он создан? Вот именно по работе с некоммерческими организациями. Ну, это, конечно, прежде всего повышение грамотности наших некоммерческих организаций. То, что на сегодня у нас их более 700, и понятно, что достучаться до каждой – это просто нереально. И поэтому на сегодня мы работаем, у нас ежедневно идет информация всех, какие у нас проходят мероприятия, не только в республике, это и российские, и других структур, я имею в виду активных ресурсных центров российских. И очень активно работают проекты по экологии, по инвалидам, по детям-инвалидам. То есть это действительно очень такие достойные проекты и написания, и это, как сказать, поддержка некоммерческих организаций. То есть есть определенный ресурс развития и воплощение своих идей – это здорово. Вот скажите, это, конечно, не новая работа, да, это работа, которая всегда велась в Хакасии, но она активизировалась в последний год. Есть еще планы активизировать какие-то особенные направления, вы сказали, по экологии, да, вот работать. На самом деле сегодня это очень актуальный вопрос, который беспокоит многих наших телезрителей, всех жителей республики, наверное, без исключения. Вот есть еще какие-то направления, которые будут прорабатываться более скрупулезно? Вы знаете, это я не говорю сейчас о проектах каких-то, да, президентских грантов, там что-то, а то, что сегодня здравоохранение, экология, то есть детство. Вот эти вопросы, вы понимаете, можно перечислить все направления, и здесь свои проблемы. И поэтому однозначно мы будем вникать в самые сложные проблемы, в вопросы, которые поступают от гражданского общества, эти вопросы прорабатывать, готовить свои предложения в рамках закона, да, и я думаю, что эти все предложения будут направлены, опять же, чтобы они оставались в республике, понятно, это идет у нас, как правило, по направлению у нас всегда присутствуют министерства, ведомства. У нас вот буквально было недавно, да, то есть заседание такое очень серьезное, нас попросили нашу площадку, Министерство природных ресурсов по добыче рассыпного золота, то есть это вопрос, мы никогда этим вопросом не занимались, но начали вникать, и проблем-то очень много. И площадка у нас длилась около двух часов, это были приглашены и министерства, и правительство, и плюс, как они у нас называются, представители, да, золотодобывающих вот именно вот этих вот предприятий, были, включение было прямое Красноярского края, замминистра природных ресурсов, которая дала, ну будем говорить, много интересных моментов по этому направлению, потому что они работают уже давно в этом направлении, вот. Вот, и у нас были эксперты, поэтому площадка была очень интересная. Но я думаю, что нам над чем поработать есть, и надолго. Еще одну очень интересную площадку вы предоставили для всей республики, для обсуждения вот тех мер, которые сегодня принимаются по ограничению, по эпид-ситуации, да, в Акасии. Это гражданский форум, хочется сегодня ему несколько уделить внимание, это была ваша инициатива, инициатива общественников, на уровне правительства ее поддержали, и пригласили всех, кто заинтересован в обсуждении этих вопросов, причем там были совершенно объективные, да, люди и с одной стороны, и с другой, и те, кто за прививки, и те, кто против, высказывались. Вот как начала работу эта площадка, каких результатов вы планируете добиться, как это видите? Ну и, соответственно, как сегодня, конечно, важнее, она работает, удается прийти к какому-то единому результату, единому пониманию? Ну, я, наверное, начну с чего, то есть площадка действительно, общественные палаты, там у нас обсуждались два законопроекта по поводу усиления мер по авиаперевозкам, по железнодорожным перевозкам, ну и, конечно же... Присловутые QR-коды. Присловленники вот именно этих мер и требовали усилить меры вот именно по ответственности населения. Также кто говорил, что это дело добровольное, и мы что хотим, то и делаем. Эта площадка, я вот уже, наверное, повторюсь, у нас длилась в пределах четырех часов. Это единственная площадка, к которой вот столько времени... Это были люди, которые хотели прийти. Вот мы их даже не знаем. Вот. И они пришли и высказывали свое мнение. И площадка длилась до того момента, до последнего высказывания. Это действительно была, ну, будем говорить, эмоциональная очень беседа. Вот. Выступали специалисты. У нас был приглашен замминистра здравоохранения республики Хакасия. У нас был приглашен главный врач поликлиники города Абакана, то есть те, кто могли дать соответствующие профессиональные ответы в плане вопросов по ковиду. У нас были включения, был подключен Сибирский федеральный округ. Я считаю, что спасибо-то всем, потому что те, кто даже пришел, им огромное спасибо на эту площадку, что они откликнулись, они заинтересованы в этом. Даже пусть будет это негатив, но нам было интересно услышать мнение населения. Хотели прийти по 30 человек, но площадка не давала возможности разместить людей столько, сколько бы желали. Поэтому мы... Вы же предлагали онлайн. Да, мы предлагали, да, и в онлайн подключаться, и подключались очень много. Вот. У нас подключились муниципальные палаты общественные все. Вот. И у нас, в общем-то, вот эти люди, ну, будем говорить, пришли, прежде всего, высказать свою точку зрения. И нам это было ценно. Какой она была? Она была негативной, она была спокойной, эмоциональной. Вот это... Ну, это надо было видеть и слышать. Но площадка была очень эмоциональная. И я хотела бы сказать, что люди на сегодня... Вот я не знаю, видимо, нас так приучили по жизни. Опять же, приучили, не могу сказать, а, наверное, воспитание прежде всего. Допустим, ну вот... Уровень ответственности. Уровень ответственности за себя и за своих близких, и не только за близких. Коллеги рядом работают. Вот, допустим, пошли, привились ей первая, вторая прививка, ревакцинация, прививка от гарипа. Это как вот должное. И я, может быть, тут и я говорила об этом коллегам, что не понимаю, почему люди сегодня настолько агрессивно на это настроены. Но ведь пандемия-то, она не прошла. И на сегодня такие цифры, сколько людей погибло. Мы вот такую цифру, я сама не знала, я ее узнала на площадке, что около 16 тысяч врачей ушли, работая в красных зонах. Понимаете? То есть это говорит о чем? Это говорит о всеобщей ответственности. Я не хочу говорить о том, что вы обязаны или вы там... Ну, это просто, я считаю, у каждого человека, правильно вы сказали, прежде всего, ответственность. Мы живем в одном мире, мы живем в одном сообществе практически, мы постоянно общаемся. Почему мы должны, ну, будем говорить, игнорировать... Вот, опять же, говорят, интересно, вот перескочу. Нужен железный такой закон. Обязаны. Но почему вот... А почему мы, опять же, против вроде как и такого закона? Но почему мы сами этого не делаем? Как представители общественности, да? Поэтому я вот не совсем это понимаю. Вот эта площадка, я понимаю, она будет до конца декабря работать, и вот эти вопросы, скорее всего, они вот должны так или иначе проясниться, наверное, для всех, да? Прийти к единому какому-то мнению. И вам за это большое спасибо. Единого мнения однозначно не будет, я в этом уверена, но то, что вот площадки будут работать, и люди, которые присутствовали на нашей площадке, они просили создать площадку медиков. То есть понятно, что всех вопросов очень много по прививке, насколько она безопасна, насколько она вот для детей безопасна будет. Поэтому те вопросы, которые возникали, они жизненные, и я считаю, это вполне нормально. Спасибо, что даете возможность такие жизненные вопросы обсуждать, предоставляете площадку, подбираете специалистов, таких опытных и с хорошей практикой. Ну и, конечно, спасибо за то, что пришли сегодня к нам в программу. Я очень рассчитываю, что мы с вами еще встретимся, обязательно пообсуждаем эту тему, ну и другие, которые касаются жизни нашей республики. Сегодня всего доброго. Спасибо, здоровья всем. Спасибо. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Вопрос дня». Увидимся в эфире канала РТС.